Я люблю себя баловать и решила испечь кавказская кята. Вы, наверное, все помните в кавказской пленнице, как героиня ела хлеб. Вот такое кята я хотела сделать. Я растопила печь, потому что у меня печное отопление. И вот так растопила, оно начало разгораться, огонь, костер. Подбрасывала дрова, чтобы разгорелось все. У меня всегда в холодильнике есть несколько пачек кефира. Я налила одну пачку кефира в огромный тазик, чтобы размешать. И решила размешать. Что я туда добавила? Добавила ложку чайную соли. Насыпала. Дальше у меня есть всегда дома сода. И я сама делаю яблочный уксус. Он такой красивый, коричневатый, такой прозрачный получается яблочный уксус. Я погасила чайную ложку соды. Вот так погасила. И когда начало пениться, так здорово, я все это насыпала в тазик с кефиром. И начался все это процесс. Пениться началось. Кефир начал пениться, увеличиваться в размере. Так красиво я люблю вот этот процесс, когда начинается. Вот эта пена такая красивая. И насыпала 100 грамм сахарного песка. Начала размешивать. Все, когда это размешалось хорошо, я налила туда полграненого стакана салатного масла. Чтобы это было вкусно, чтобы это было, тесто мягкое было, приятное, не твердое. Вот так я налила и начала размешивать сначала ложкой. Потом, когда все это размешалось, я добавила муку. Размешивала сначала ложкой, потом еще добавила немножечко. И чтобы тесто было мягкое. Сначала ложкой размешивала вот так. А потом я начала размешивать уже руками. Тесто начала замешивать руками. Руки смочила маслом и начала размешивать. Для начинки у меня было сливочное масло, где-то 100 грамм. И добавила 3 вот таких стакана 100 граммовых сахарного песка. Размешала это. Ну, трудно было размешивать. Я решила ускорить процесс. И просто растопила на плите, на газовой плите. Чтобы масло с сахаром все это растопилось и легко было размешать. Когда все это было размешано, я добавила туда немного муки. И вот уже в готовом виде это печеное. Я сделала два вида. Один круглый такой. Ну, не круглый у меня получился. У меня получился удлиненный почти по всему листу, который помещается в духовку. Вот так вот это выглядело. Вот это печеное вот так в разрезе. И внутри начинка. И сделала вот такое вот разрезное. Вот смазала, сверху смазала желтком, чтобы это было красиво. Вот два вида получилось. Вот так вот. Вкусно. Очень я люблю себя баловать. К чаю это хорошее печеное. Два печеных съешь. Два кусочка. И, можно сказать, до обеда. Можно ничего не кушать. Так что вот так, господа. Приятного всем аппетита. Кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет. Кто хочет подписаться, можете подписаться. В следующем ролике я покажу, что у меня получилось. Мне ребята привезли с Москвы баклажаны, перец зеленый, помидоры, морковка. Ну, лук у меня был. Короче, я сделаю баклажанную икру. Так люблю баклажаны. Вот решила сделать себе баклажанную икру. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Приятного всем аппетита. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии.